Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Оля Жемчугова возмущена, что на кинопробах фильму Дмитрия Астрахана Глеб и Саша Харитонова поцеловались. Оля пишет, Харитонова женщина в каждой бочке затычка, залезет везде, лишь бы ее пообсуждали. На пробах у Астрахана поцеловала Глеба в уголок губ, а потом в женской спальне рассказывала, что это он ее поцеловал. Ни одна свинья не должна лезть целоваться к замужнему мужику, и он, естественно, не должен позволять. В сети появилось ретро-видео, демонстрирующее некрасивые забавы Саши Артемовой. Вместе с подругой они издеваются над маленькой девочкой, отнимают у нее рюкзак и обзывают ее жирной. Видео со страницы Артемовой уже удалены, а сама Саша так комментирует это видео. Это были детские игры с сестрой подруги. Ничего страшного и ужасного нет. Фанаты же единодушно осудили поведение Саши, некоторые заговорили о бумеранге, ведь на проекте не разбили и ее саму. Лена Босс рассказала о своей популярности на поляне и о своих мальчиках-ухажерах. Парень, который приезжал ко мне из Владивостока, много требовал от меня, зная всего три дня и ничего не давая взамен. Он уехал по делам домой, там и остался, может оно и к лучшему. Сейчас пришел мальчик из того же города, он дарит цветы, поет песни, приятно. А что касается Кости, мы приятели. Андрей Черкасов сфотографировался с девушками, которые к нему пришли. Вот такие куколки пришли ко мне на проект. Если бы я был султан. Андрей, ты как калитка этого супер реалити-шоу, комментируют подписчики. Сначала надо через калитку пройти, чтобы во двор попасть. Ну и подписчики сошлись во мнении, что девушка слева, Анастасия, самая красивая и наиболее подходит Андрею внешне. Она из Твери, оставила дома красавицу-дочку. Вторая девушка Мария, ей 24 года, она из Москвы. И третья девушка Алена из Астрахани. А тем временем бывшая девушка Черкасова Яна Шофеева заинтриговала фанатов в фотографии положительного теста на беременность. Сама Яна считает именно Андрея отцом будущего ребенка и нисколько в этом не сомневается. Фанаты не верят Шофеевой, потому что она всегда говорила, что у них с Андреем не было волшебства. Дима Дмитренко после кинопроб в Москве собирается возвращаться на Сейшелы Коли Рапунцель. Но пока он не скучает, проводит время с Кристиной Лисковец и с Викой Романец. Он прошелся с двумя подругами по магазинам. Оля Бузова удивила своих фанатов смелым поступком. Она сфотографировалась совсем голой, прикрыв интимные места оригинальным огромным букетом роз. Букет подарила ей, конечно же, муж Дмитрий Тарасов. «У меня самый лучший муж в мире, спасибо, любимый!» – написала Оля. Видимо, благодаря таким пикантным снимкам число подписчиков Ольги Бузовой перевалило за 5 миллионов. Бузова написала «Вас 5 миллионов! Спасибо каждому из вас, у меня нет слов! Без вас, без вашего внимания, любви и поддержки не было бы меня. Я люблю вас!» Бывший участник Евгений Шульга, который не проявил себя на проекте и покинул его по собственному желанию, рассказал о том, какие зарплаты получают участники. По словам Евгения, гонорары есть, но только если человек находится на проекте больше 101 дня. Суммы разные – от 80 до 150 тысяч. Также домовцы получают доход от рекламных контрактов. Евгений не заработал ничего, но ему оплатили проезд от Томска до Москвы и обратно. Еще одна бывшая участница проекта, Вика Боня, продемонстрировала откровенный наряд на Каннском фестивале. Она появилась в длинном платье с декольте до талии, чем привлекла к себе внимание фотографов и публики. Во второй выход она надела платье, под которым были одни стринги телесного цвета. Кстати, Боню не приглашали организаторы фестиваля. Она сама покупала себе билет на мероприятие. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!